Лига чемпионов 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 Поэтому тем интереснее сейчас будет наблюдать за тем, что будет происходить в полуфиналах. Первая пара, о которой хотелось бы сказать. Это единственный представитель английской премьер-лиги. А вы помните, как несколько лет подряд английские клубы просто оккупировали полуфинал Лиги Чемпионов. По три команды выходило, там чуть ли не просто английские были финалы. Благо есть Барселона, которая эту компашку все время мало того, что разбавляла, но к тому же еще и выигрывала Лигу Чемпионов. Так вот, Челси будет противостоять Барселоне. Противостояние знаковое. Многие помнят про игру Барселоны и Челси в полуфинале, когда только благодаря судейству Барселона смогла выйти в финал, где потом и обыграла Манчестер Юнайтед. Правда, это не та Барса, наверное, не совсем та и не совсем тот Челси. Сейчас лондонский клуб переживает, может быть, не самые лучшие времена. Там сменился тренер, даже там еще плановая замена не произошла. Просто ее тренирует помощник главного тренера, который был уволен. Клуб все-таки базируется на довольно возрастных игроках. Они играют главную роль в команде. Они, кстати, по большому счету сделали все, чтобы молодого тренера убрали, потому что они не сработались с ним. Но теперь показывают зато неплохой футбол, особенно в Лиге Чемпионов. Особых перспектив в чемпионате Англии в премьер-лиге нет. Но вот все брошено на Лигу Чемпионов, тем более, что это заветная мечта владельца клуба Челси, Романа Абрамовича, завоевать Лигу Чемпионов. Конечно, он сделает все. Если сейчас Челси сможет одолеть в двухматчевом противостоянии полуфинальном Барселону, то, наверное, многие заговорят о том, что Челси наконец опять подойдет к своей заветной мечте. Один раз это было. Уже помните московский финал, когда по пенальти Челси проиграл Манчестер Юнайтед. Ну вот на этот раз тоже. Но для того, чтобы сделать этот шаг, нужно Челси все-таки прыгнуть выше головы. Барселона сейчас просто блестящая. Так же, как и в прошлом сезоне. Несмотря на то, что команда растеряла очки в чемпионате Испании, идет на втором месте, отпустила довольно далеко Реал. Но Барса, по общему признанию экспертов, футбольных знатоков, болельщиков, конечно, суперклуб и клуб номер один в мире. Поэтому все-таки фаворитом этой пары я бы назвал Барселону, просто потому, что она сильнее Челси. Это не значит, что Барселона победит в ходе двухматчевого противостояния. Команда Челси очень опытная. В Лиге чемпионов многие ее футболисты поиграли, знают, с чем ее едят. Поэтому все может произойти. Фаворитом можем мы назвать Барселону, ну вот по совокупности фактов. Но все равно вот перед этой игрой, если бы там говорили, сколько процентов на победу, какую из команд я даю, я бы сдал 50 на 50. Это полуфинал Лиги чемпионов и это Барселона и Челси. А вот уже после первого матча мы посмотрим, насколько готова Челси сейчас противостоять каталонскому клубу. Не менее интересная вторая пара. Это Реал Жозе Мауриньо и великолепная абсолютно Бавария. Немецкий футбол еще раз продемонстрировал, что несмотря на относительное, даже не бедность, конечно, но рачительное отношение к деньгам. Там не разбрасываются большими контрактами, не покупают сумасшедших звезд в своей команде с сумасшедшими гонорарами. Немецкий футбол на подъеме, полные стадионы, интересная игра, интересные футболисты, очень много молодежи, которая подпитывает, кстати, немецкую сборную великолепную. И вот, пожалуйста, Бавария в полуфинале Лиги чемпионов, в отличие, допустим, от итальянских клубов, которые переживают очень серьезный кризис. И вот Бавария будет играть с Мадридским Реалом. Ну, здесь, вот если я когда говорил о Барселоне и Челсе, все-таки 50 на 50 с большими такими экивоками и объяснениями давал, то здесь-то как раз действительно очень трудно предположить, кто будет все-таки фаворитом. На мой взгляд, у Реала свои козыри, у Баварии, простите, свои. И кто окажется сильнее в этом противостоянии, очень трудно предположить. Интересная вещь. Обычно считается, что испанский, латинский футбол, он такой романтичный, он атакующий, яркий, с техничными футболистами. А немецкий это машина, стальная такая, которая пережевывает своих соперников. Вот в этом случае, как, собственно, сейчас и со сборной Германии, это абсолютно не так. Жозе Мауриньо привил команде, как это делал в свое время в Челси, потом в Интере. И опять очень рациональный футбол, очень рационально играет Реал, хотя и обладает хорошими исполнителями, техничными и так далее. И вот этот футбол, конечно, не очень в стиле Реала. Там происходит вечно столкновение между футболистами, особенно опытными, которые давно играют в Реале с Жозе Мауриньо. Там постоянно происходят какие-то склоки. Ну, вообще Жозе Мауриньо это присуще, что там уж говорить. Такой у него характер. И, с другой стороны, Бавария, который забивает по шесть мячей своим соперникам, по семь и так далее, играет в атакующий футбол. Хотя, конечно, очень дисциплинированный, по-немецки очень организованный. Вот это столкновение будет очень интересно, будет интересно смотреть. Я не говорю, что обязательно это будет футбол яркий, фееричный, хотя может и такое случится. Но то, что будет интересно смотреть тем, кто понимает футбол, что один полуфинал, что в другой полуфинал, это точно. Действительно играют, мало того, что сильнейшие клубы, все равно, будем говорить, те, кто вышел в полуфинал, отбросив те клубы, которые проиграли, наверное, могли бы быть в полуфинале. Но сильнейшие клубы на этот момент, европейские и, главное, очень разные. Разные по стилю, разные по философии своей футбольной и по тактике. Поэтому я предлагаю вам смотреть, конечно же, эти полуфиналы. Мы обязательно будем обсуждать перипетии полуфиналов у нас здесь в программе, в навестнике Кавказа. А на этом я с вами прощаюсь и встретимся через неделю. Пока!